Вчера в Махачкале в Доме Дружбы состоялось оглашение послания главы Республики Дагестан Владимира Васильева, которое длилось более двух часов. Глава республики сразу обозначил главные задачи, которые стоят перед республикой, а самое главное – это повышение уровня жизни дагестанцев. На мероприятие принимал участие и глава Хасавертовского района Чамбла Шапеевич Салау. Установки президента России, обозначенные в послании – вот ключевые задачи, стоящие сегодня перед правительством Дагестана. С этих слов начал свое выступление Владимир Васильев. Он также отметил, что в 2019 году в экономику республики будет привлечено около 14 миллиардов рублей. Государственная политика будет ориентироваться на решение насущных проблем человека, обеспечение его безопасности, занятости, роста доходов, создание среды комфортной для проживания, качественного, доступного образования и медицинской помощи. Был проведен кадровый конкурс «Мой Дагестан», – продолжил глава. Это позволило молодым профессиональным специалистам прийти в органы власти и управления. Сегодня 42 человека назначены. Из них два министрами, шесть заместителей министров, два руководителями органов исполнительной власти, три заместителя главы муниципальных образований, один заместитель руководителя администрации главы правительства республики Дагестан, другие должности. Я специально об этом говорил. Это наше с вами общее достояние. Владимир Васильев также поручил правительству изыскать средства на оплату труда бюджетникам, повысить заработную плату учителям и воспитателям. Прошу правительства республики продолжить работу по поиску механизма увеличения уже в этом году зарплаты учителям, педагогическим работникам, дошкольного образования и другим категориям работников бюджетной сферы. Если год назад мы говорили с вами о поиске источников финансирования, то в этом году мы уже можем говорить и ставить задачи по эффективному расходованию дополнительно полученных бюджетных средств. Повысит ежемесячное пособие на ребенка и пособие по уходу за детьми. Также будут выделяться средства на сборы детей в первый класс. Поручаю правительству по итогам исполнения бюджета уже за первые полугодия текущего года внести предложение по существенному увеличению размеров ежемесячных пособий на ребенка. Отмечу, что получателями пособий являются более 450 тысяч человек. Огромная задача. Кроме того, в республике в последние годы не индексировались пособия и по другим нуждающимся категориям людей. На детей-сирот, на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих богодетных семей, единовременные денежные выплаты ветеранам труда, труженькам тыла, специалистам на селе и другие. А это более 160 тысяч человек. 300 миллионов рублей, отметил Владимир Васильев, будут выделены на получение жилья инвалидам первой категории и семьям с детьми-инвалидами. С 2006 года, когда была принята программа, никто из этой категории граждан квартиру так и не получил. Поручаю в бюджете текущего года выделить эту сумму для обеспечения жильем инвалидов первой категории и семей с детьми-инвалидами, проработав механизм, представление им, мы предварительно это уже проработали, льготного ипотечного кредитования сроком на 10 лет с приемлемым ежемесячным платежом. Другими словами, первоначально внос в размере 1 миллиона рублей, это около половины кредита, возьмем на себя мы, республиканский бюджет. Следующая сфера, о которой коснулся глава республики, здравоохранение. В 2019 году планируется строительство 11 объектов. Будет закуплено 70 автомобилей скорой помощи, 50 флюорографических аппаратов. Необходимо развивать высокотехнологичную медицину. Это позволит создать условия для привлечения квалифицированных врачей. Люди должны получать качественную помощь на местах, а не ездить в другие регионы. Благодаря проведенной работе, поздравлению финансов, нам удалось в 2018 году в 4 раза увеличить затраты на лекарственное обеспечение льготных категорий. В 2018 году. А в 2019 мы увеличим еще на 15%. Я считаю, хороший рост. Будем работать более активно, будем добавлять. Еще одна, не менее важная сфера образования. 4 миллиарда рублей будет выделено на строительство образовательных учреждений. Будет построено 52 детских сада и 33 школы на 11 тысяч мест. Успешным стал опыт реализации проекта «100 школ». В 2018 году совместно с меценатами и муниципалитетами улучшено материально-техническое состояние 117 школ. Его реализация продолжается и сегодня. Опыт получил поддержку. Он еще интересен чем? Что в этой практике строительства школ миром заложено всего 2 миллиона бюджетных рублей. А почти еще миллион добавили в среднем спонсоры муниципальные ресурсы. Глава Дагестана также поручил поддерживать местные инициативы. Трудоустраивать сельскую молодежь, покидающую горные территории. Необходимо активнее поддерживать инициативы граждан по развитию и благоустройству своих поселений. Люди зачастую раньше нас начинают ремонтировать дороги, проводить воду, свет, канализацию, уличное освещение, обустраивать территорию. Их необходимо поддерживать. Поручаю правительству Республики Дагестан с учетом опыта субъектов Российской Федерации возобновить на новом качественном уровне реализацию республиканской программы поддержки местных инициатив. Содружеством бизнеса и власти стал Дербент. Старинный город принимает участие в федеральных проектах и в будущем станет комфортным для проживания жителей и отдыха туристов. Бюджет Дербента увеличился по сравнению с тем, что был, почти в пять раз годовой. Вот что такое любовь к своей малой родине. Ответственного бизнеса. Теперь эти средства расходуются по программам. Программы утверждаем мы вместе с парламентом. Они проходят оценку. Достигаются решения. Не буду углубляться, но это наш проект. Наш проект будущего наших поселений, будущего наших городов. Владимир Васильев рассказал о вопросах привлечения инвестиций в Дагестан. Каспийск, дагестанские огни стали территориями опережающего экономического развития. Здесь будут созданы условия по формированию благоприятной предпринимательской среды. Но и бизнес, в свою очередь, должен платить налоги. Бизнес должен понимать, что развитие региона, исполнение вот тех обязательств, о которых я говорил, к некоторым из которых мы только приступаем, а к некоторым еще и не приступили, возможно, только за счет бюджета. Это и рост зарплаты учителей, врачей, других бюджетников, и те автобусы, которые мы закупили нашим детям. Все это нам нужно заработать. Решится вопрос и с водоснабжением. Более полумиллиона дагестанцев получат качественную воду в свои дома. В этом году значительная часть дополнительных доходов по согласованию с парламентом, здесь у нас единая позиция. А эта сумма – 1 миллиард 700 миллионов рублей. Мы выделили на строительство 30 объектов водоснабжения. Такого не было никогда. И уже до конца этого года должны быть введены на эксплуатацию 25 объектов. Выведено из тени около полутора тысяч потребителей газа. Хозяева 400 теплиц теперь будут платить за потребляемый газ. Ну а деятельность кирпичных заводов и вовсе прекращена. Проект был 44, кстати, который закрыт. Открытым обжигом. Экономия при этом около 660 миллионов рублей газа. При юном соответствии с законодательством потребления газа по 400 теплицам заключены договора об оплату, чего не было. Договаривались в честь контролеров. Одна из перспективных отраслей топливно-энергетического комплекса республики – нефтяная. Так увеличилась в 3,5 раза перевалка туркменской нефти через Махачкалинский торговый порт. В будущем выпускаемый объем готовых нефтепродуктов позволит полностью обеспечить потребности республики в моторном топливе. Увеличение перевалки нефти позволит нам загрустить еще и нефтепровод Махачкала-Новороссийск. И, конечно же, очень важно, чтобы завод при работе нефти дагестанские новые технологии стал действительно новыми технологиями. Остановился в послании Вадим Расильев и на состоянии дорожного хозяйства. Накопился большой объем незавершенного строительства и объектов долгостроев. К примеру, так называемый Хаджалмахинский спуск в Левашинском районе. 12 километров реконструируется с 2012 года. В этом году объект должен быть завершен. Мы будем реконструировать три крупных дорожных объекта на территории республики. В том числе мост через реку Самур, пункт погранпропуска Ярак-Казмоляр. Я скажу, что только обход Хасавюрта и Дербента, так ориентировочно, будет стоить около 70 миллиардов рублей. За последние годы из-за уплотнения беспорядочного строительства Махачкала практически потеряла многие зоны общественного назначения. Скверы и аллеи, территории детских садов и школ. Необходимо разобраться с незаконным строительством и создать комфортные зоны для отдыха горожан и гостей столицы. Будем реализовывать проект безопасной и качественной автомобильной дороги, реконструкции электропередач, сетей водоснабжения. Это все придется делать. Давайте готовьте программу, просчитывать ее. Это очень затратно и нелегко, но это уже накопилось. Просто люди хотят видеть, как можно жить. Все сразу не получится. Начнем с центра. Важное значение для республики имеет развитие промышленности. Эта отрасль ориентирована на выполнение гособоронзаказа. Минобороны России организует на территории ДАК-дизеля производственно-техническую базу по сервисному обслуживанию и ремонту судов Каспийской флотилии. Это позволит создать до 500 рабочих мест. Необходимо активизировать работу по организации выпуска на промышленных предприятиях современной гражданской продукции. Об этом постоянно говорит президент, председатель правительства. Мы это должны выполнять. На это сориентирован фонд развития промышленности республики, которому в этом году предусмотрено 110 миллионов рублей. Дагестан – сельскохозяйственная республика. Увеличился экспорт мяса. Но необходимо решать проблемы с мелиорацией, наладить логистику, построить хранилище для овощей и фруктов. Органам исполнительной власти республики, главам районов города я понимаю максимальное сопровождение институционных проектов. Мы договорились, что каждый инвестор, заходящий к нам, будет сопровождаться властью до момента принятия решения и далее будем смотреть, как идут дела, чтобы никто не мешал. Тогда у нас не 300 тысяч тонн, а больше будет условий для хранения. В Дагестане реализуется национальный проект «Экология». Благодаря этому будут построены мусороперерабатывающие и сортировочные заводы. Как можно быстрее запустить работу перерабатывающих заводов. И еще у нас есть поручение президента запустить мусороперерабатывающий завод в Ботлихе на месте разрушенного военного, тоже мусороперерабатывающего завода, который так и не был запущен в строй. Мы должны это сделать. Спортивные достижения дагестанцев – одни из лучших не только в стране, но и в мире. Не каждое государство может гордиться таким количеством чемпионов. Развит в республике и массовый спорт. Создать в Дагестане, используя уникальные возможности, когда можно иметь базовый лагерь подготовки на уровне моря, среднегорье и высокогорье, создать систему, которая бы включала спортивные комплексы именно так. И чтобы эта система позволила проводить тренировки как для наших спортсменов, так и для международных команд. Еще один федеральный проект успешно реализуемый в республике – Бережливое правительство. Он позволяет выполнять больше работы, не привлекая дополнительных трудовых ресурсов. В 2019 году к проекту подключились все министерства региона и отдельные муниципалитеты. В этом году пять органов исполнительной власти и шесть учреждений – учреждения МФЦ, здравоохранения, образования – вступили в эту работу. Один пример. Детская поликлиника номер один Махачкалы. Сокращено время ожидания в очереди с 30 минут до 2. Владимир Васильев напомнил, что пять лет назад Крым вошел в состав России. За это время на полуострове произошли большие изменения. И сегодня перед правительством Дагестана поставлены те же задачи. Это динамичное развитие экономики, социальной сферы и роста благосостояния людей.